Бизнес-инкубатор Бизнес-инкубатор действительно занимается поддержкой бизнеса, малого бизнеса. В Петербурге он пока только один. Первый городской бизнес-инкубатор открылся в апреле 2007 года по инициативе Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли при администрации Санкт-Петербурга. По своей сути, это бизнес-центр, где тем, кто делает в бизнесе первые шаги, помещения сдаются по льготным ценам. У нас представлены организации, которые работают организованно и работают в сфере строительства, в сфере жилищно-коммунальных услуг. Есть организации, которые работают в сфере IT и также незначительная доля тех, кто работает, создавая инфраструктуру данного проекта. Но бизнес-инкубатор пускает в свои стены не каждого, а только представители инновационных отраслей малого бизнеса. Под инновацией понимается любое преобразование в экономической, технической или социальной областях. Тот, кто предлагает что-то новое, получит поддержку. Компания Дмитрия Захарова уже второй год занимается производством сэндвич-панелей. Но, несмотря на гастрономическое название, их не едят на завтрак, а используют при строительстве. Они решают не только проблему сохранения тепла, но другой вечный вопрос. Основное назначение – создание зимних капитальных построек, домов, то есть постоянного проживания. То есть в значительной степени наш материал помогает решить жилищную проблему. Материалы, казалось бы, обычные – пенополистерол и ОСВ. Но сама технология инновационна. Ее используют в Америке уже 25 лет, а в России лишь 5. Собрать дом из таких панелей просто как конструктор. Он ничем не уступает по прочности блочным постройкам, а дешевле на 25%. Такой дом окупит себя за 10 лет эксплуатации. Только вот одна проблема – производственные помещения. Ведь бизнес-инкубатор по льготной цене предоставляет только офисные. Если будет развитие программы, мы в первую очередь будем стараться участвовать еще и в аренде производственных помещений. Потому что мы все-таки производственная компания, и для нас это является тоже... Ожидания не напрасны. Развитие будет. В самых ближайших планах городских властей открыть второй бизнес-инкубатор. Но уже с производственными площадями и тоже по льготной ставке. Но не только арендой единой поддерживается в этих стенах малый предприниматель. Начинающим безвозмездно на все время нахождения предоставляется офисная мебель и техника. Также есть возможность пользоваться услугами штатного бухгалтера. Это не просто абстрактная поддержка, а реальная денежная экономия. На аренде, например, по среднеградским расценкам мы экономим 50%. Это точно, совершенно. Учитывая, что все остальные коммуникации мы арендуем сами, мы не пользуемся телефонной линией инкубатора, арендовали свою собственную линию, то, наверное, здесь экономии никакой нет. Это среднеградская стоимость интернета и телефонии. Проект первого городского бизнес-инкубатора рассчитан на 40 организаций. Сейчас заполненность составляет 90%. Поэтому у желающих есть еще шанс занять место в теплом инкубаторском гнезде. Для них Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли проводит конкурс бизнес-планов. С момента заселения малый предприниматель может пользоваться всеми привилегиями ровно три года. Но это не значит, что по истечению срока уже не начинающего бизнесмена выгонят на улицу. У нас, кроме данного проекта, имеются площади коммерческие, где вполне возможно предусмотреть какой-то более мягкий переход на условия, грубо говоря, взрослого бизнеса. В природной среде птенец сам вылупляется из яйца. Но в жестких условиях рыночной конкуренции приходится искусственно взращивать сильное потомство для экономики Петербурга и всей России.